Всем доброе утро! Леночка собирается в школу, обувайся. Сначала шапочку. Давай. В школу собирается ребенок. Я пораньше выхожу в 7 с чем-то, потому что мы вообще договорились на 6-45. Давай, давай. Но что-то у Тамары не получилось. Потому что она еще хотела сделать сердечко на щеке из розовой пудры. Да. Только она использовала, не помню, тени вроде бы. Ой, не могу, проснулся. И у нее что-то сердечко не получалось. Мне пришлось ждать. Лена, ты справки не забудь отдать. Хорошо? Не забуду. Все, физкультурную взяла. Да. Надеваю куртяк. Куртяк, куртяк. Ключи есть. Телефон взяла. Телефон взяла? Да. Кстати, поздравляю всех с Днем Влюбленных. Да. Любви всем, любви, любви. Покажи, Лена, сердечко. У меня руки заняты. Не могу. Покажи, пальчиками. Давай, подставь. Покажи сердечко. Любви всем, ребятки. На улице ноль градусов, по-моему. Ничего, добежи. Да вы сейчас сбоку дома и встретитесь, наверное, да? Так, давайте помогу портфель надеть, или ты сама наденешь? Попробуй. Он такой тяжеленный, просто ужас. А ну, давайте. Повернись, повернись. Что? Сейчас от тебя. Подожди, подожди, подожди. Боже. Ага. А это маме ничего лишнего не положила. Да. Что-то даже Соня не провожает. Сонька спит. Не поняла, думает, что так рано встали-то. Так. Все, Лена, руки мои почаще. Ты денюжки взяла? Положила в портфель? Подожди. Шарф. Мне не нравится, что ты еще кашляешь, горло открыто, одеваешь шарф. Пожалуйста. Все тогда. Пока-пока, Донечка. Пока. Подъезды не буду снимать, там темно. Угу. Да, 0 градусов на улице, на градуснике. Леночку сейчас провожу. Вон, пошли девчата. Тамара ее встретила. Пошли в школу. Топ, топ, топ. В одну ногу прям идут. Девчонки. Всем доброе утро, ребятки. Доброе утро. На завтрак мы повставали вот такие вот, мы сонные, заспанные, да? Ну, чай еще не пили. Лену утром я проводила, мы еще легли, поспали, да? Да. Вот, на завтрак что, бутерброды сделали по-быстрому, и эту морковку папка доест. А я доем картошку вчерашнюю. Остатки здесь такие вот остались. А остатки всегда самые вкусные. Я хочу их доесть. И что-то по телеку посмотрим, да? Да. Ну что, надо что сделать? Зарядиться позитивом. Потому что я, например, никак не могу проснуться. Мне надо что-то такое, чтобы я проснулась. Все, давай садись, отец, кушать. Масюндра домой не спешит. Топчется во дворе, вон стоит. Сейчас я вас возьму. Фокус. С Тамарой она? Мам! С кем она сидит с Тамарой? Иду. Я ж без очков. Да вон в этот, посмотри. Нет, это Кира. У Киры такая розовая ша. А что она кушает? Что-то кушает. Давай я ей сейчас позвоню. Давай. Ну, сейчас, подожди. Сейчас посмотрим. А ну-ка. А у нее может быть звук отключен. Видишь? Ноль реакции. А я уже звоню. Угу. Не. А, не, что-то. Алло, привет. Я в дворец. Там и видим. А что ты кушала? Что ты кушала? А мы просто у тебя купили. А, ты деньги не на булочку потом? А что ты кушала? Что это за вафелька какая-то такая? Или трубочка? Ну, это не вафелька. Это, знаешь, вот эти вот чипсы в коробочке такой маленькой. Лена, опять чипсы? Ну, что я давно и сделала. А булочку ты покупала сегодня? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ясно. Это Хира с тобой, да? Да. А что ты хочешь кругами? Она всегда, когда по телефону говорит, кругами. А, ну, это все. Я всегда киули всегда вот так вот. Понятно. Все хорошо в школе? Угу. Тебе Валентинку кто-то подарил? У меня 4 Валентинки. А, у Поли больше. Угу. Понятно. Что, ты долго будешь гулять? Угу. Ну, хорошо. Погуляй немножко и домой, да? Уроки делать. Ты переписала домашнее на завтра? Ой. Ой. Ну, вон Кира рядом сидит. Открывай ее дневник и переписывай. Кира, давай дневник. Кира, давай дневник. Какой дневник? Домашнее перепиши, Елен. Хорошо. Все, тогда давай, пока. Пока. Мамка попросила домашнюю. Мамка попросила домашнюю переписать. Чудики. Ну, сидят рядом и приходят домашнего нет на завтра. Рядом же сидит человек. Целый день в школе была, да? Ну да. Переменька, перепиши. Да, забывают у них другие мысли. Все, Омская переписывает. А, машет, машет. Ой. Ясненько все. Ой, господи. Мать потихнула. Чуть не упала. Прикинь, сейчас бы об стену лбу, да? На улице пасмурно опять. Леночка садится обедать. Суп гороховый. Боже, когда мы его доедим, Лена? Не знаешь? Ну, это уже все. Предпоследняя тарелка. Там еще пол тарелочки буквально осталось. Папки дома так и нет. Он опять делает компьютеры. Это, Лена, какой у нас? Третьи сутки уже, да? Мы, это самое. Ну, не то, что без компьютеров. Я без компьютера, грубо говоря. Вообще. Но он приносит компьютер. А он опять что-то в нем не то. Опять чинит. Опять приносит. Опять не то. Короче, дурдом полный. Что ты сделала? А ты руки мыла? Угу. Когда пришла, помыла. Когда пришла? А после этого Соню трогала. Иди, не облизывай. Не надо палец в рот. Иди, руки помой с мылом. Когда пришла. Ты что? Ты потом с Соней играла, милая. Как это сегодня? Что? Мама злюка сегодня? Не? А что? Не? Что-то я сегодня кричу, кричу вроде. Надо успокоиться. Мать, успокойся. Мать, успокойся. Так, кушает гороховый суп, короче. И хлеб с намазкой этой вот. Как? Мойва, икра там. Что? Такая намазка, короче. Я к тому, что отца нет. Поэтому я опять без обеда. Я сама не ем. Мне не хочется. А когда отец садится, то и я ем. Так что мне пойдет на пользу без обеда провести день. Иду на почту. Иду по магазинам. Хочу посмотреть цветочный горшок. Пересадить цветочек. Поехали. 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 Да, горшочек, женское счастье, вчера муж подарил, тебе надо горшок увеличить. А кто он у вас маленький? Да, примерно сейчас. Ну, наверное, больше, чем вот это, вроде, больше, а, горшочек побольше, чуть-чуть больше. Вы хотите пластмассу или пластмассу? А почем, почем, да, цена должна быть, да, то есть, пластмасса, если больше, сейчас я вам покажу. Примерно сколько это будет? Примерно, вот, видите, сзади к 200 грамм, это дорого, давайте пластмассу. Дорого, это пластмасса. А цвет какой вы хотите, какой вам подходит? У меня на кухне стоит, кухня бежевая и темно-коричневая, прям у меня на столешне стоит. Можно золотистый попробовать. Ну, покажите, что какой. А это сильно большой? А, есть, поменьше, да? Так, это маленький, да, наверное, будет? Нет, в принципе, нормально, он побольше, чем тот, который есть. Пошире идут, да? Вот эти пошире идут, да. Ну, если вы на женской части, то вот такой вот лучше. Лучше, да? Ну, то есть, оттуда вытянуть, немножко землю оттусили, поняли? Ага. Ну, и дренаж, ну, просто вот так вот чуть немножко, чтобы вот эти дырочки засыпало, поняли? Ага. Так вот, ну, немножко дренажа, ну, то есть, жмень у дренажа. Хорошо. Хорошо, он продается у вас, да? Ну, конечно. Ну, что, нашла я горшок, вот такой вот купила, горшочек, сейчас я покажу. Ну, не знала я, какой выбрать под цвет кухни, это типа золотистый, потому что все равно будет он у меня пока что, ребятки, здесь стоять. Мне один человек, по-моему, написал, что здесь будет ему темно, но я стараюсь, я же говорила, у меня здесь свет постоянно горит, и мне кажется, более-менее, и свет на кухне яркий. У меня, правда, сегодня перегорела одна лампочка, видите, одна не горит, то есть, у меня обычно на кухне еще ярче. Вот. Ну, посмотрим, я в интернете почитала, и вообще, всем огромное спасибо, кто написал, особенно Светочка Мендус, огромное, вообще-то, большущее такое от меня спасибище, потому что я в цветах вообще, а с цветурой мне написала, что, как и как нужно. Свет, ну, такой вот горшочек я подобрала, ну, совсем маленький тоже, ну, вроде как должен подойти. Наверное, ну, не знаю, выбрала такое, короче, 40 гривен он мне обошелся. Здесь есть внизу такое вот расстояние до, ну, до дна, чтобы, типа, воздух циркулировал там или что, ну, такой вот горшочек. Так, к чему я, что хотела сказать? А, что много понаписывали, потому что я в цветах вообще, это у меня, ну, вот, первый цветок дома. Все, что до этого были, я как-то не особенно за ними ухаживала, но этот я вот давно хотела просто. Я его получила, я буду за ним ухаживать. Главное, мне его не перелить водой, потому что, знаете, другой раз там переживаешь, ой, надо полить, надо полить, что это такое, колбаса лежит на цветке. Ласа, ты что? Надо полить, полить, а потом переливаем, да? Ну, вот, Ласа, нельзя, ты что? Главное, она не погрызла. Один человек мне всего лишь написал, что вот не будет хватать света, надо на окно. Но, блин, у меня постоянно всегда на кухне закрыта штора. Я их не открываю, во-первых, потому что постоянно снимаем камерой. Если, допустим, стою вот так вот лицом, и там вот Сергей меня снимает, засвечивается объектив, то есть это неправильно. Ну, и вообще, всегда я закрываю, потому что у меня просто как бы некрасивый вид. Если бы у меня это было просто полноценное окно, и за окном улица, да, но у меня сейчас, к сожалению, темно, не видно. Давайте завтра днем покажу. Во-первых, старые окна, раз, они у меня заклеенные здесь вот, то есть скотчем, там вата, понимаете, старая. Это раз. Во-вторых, там балкон, ребятки, там балкон, и на балконе у меня не совсем порядок, но я вам завтра покажу. Там завалено, потому что, когда с дачи мы уезжаем, мы вещи перевозим, и где мне в квартире держать, у меня все завалено на балконе. И, короче, когда днем открыты вот это все шторы, да, там не очень красиво просто смотрится, не на что смотреть. Заваленный балкон. И здесь мне, так как у меня шторы закрыты, я же к чему-то говорю, здесь поставить цветок я не могу. Во-первых, у меня узкий подоконник, ну вот, это все, все, что есть. И шторы будут постоянно цеплять цветок, он угробится. А в-третьих, у меня на подоконнике здесь постоянно спит ласка. Если на стол она вот изредка запрыгивает. Ласа, изредка, правда? Ну скажи, изредка же запрыгиваешь. Всем привет! Ласатушка. Да, это просто я землю принесла, и ей интересно, пахнет землей, она хочет на дачу уже скорее. А так она редко по столу у нас спрыгает, и вот, ну вот, сутки стоит цветочек, и ничего, нигде ничего не погрызла. Она на подоконнике, у меня когда-то стояли цветы, так она их все расковыряла, все перекопала, все пожрала. Вот, поэтому еще по этой причине не могу поставить. Ну, я посмотрю. В любом случае, я в интернете почитала, что если не хватает цвета, то что? Желтеют листы. То есть, если сейчас они темно, да, зеленые, то они станут желтыми, тогда ему не хватает света. Ну, на крайняк, я думаю, может, не знаю, можно ли менять ему место жительства часто, цветку. Кстати, тоже об этом напишите. Светуль, не знаешь? Можно ли, например, вот я проснулась, да, и перенесла, допустим, на светлое окно куда-то там себе в спальню, допустим. А к вечеру, допустим, опять сюда переставила. Здесь свет включенный, лампа постоянно. Можно ли его вот так вот передвигать? Вот, не знаю, сегодня, если хватит времени, то буду пересаживать сегодня, потому что, конечно, корешки в нем уже повылазили. Значит, что? Взяла горшочек 40 гривен, взяла вот такой вот дренаж на дно. Ну, говорят, его совсем чуть-чуть надо насыпать. Вот, хотя там дырочки такие есть, вон, видите, такие углубления. Вроде как туда его нужно только, дренаж. Не знаю я. Наверное, вы мне еще посоветуете, а я не буду сегодня сажать, я еще почитаю комментарии. Короче, подскажите, вот видите, да, видно вам, раз, два, три, четыре, четыре такие там внутри, как полости, да, углубления. В них просто дренаж и все, дальше земелька. Или еще дно покрыть тонким слоем дренажа, подскажите мне. Купила я вот такой, вот стоит он 10 гривен, керамзитовый дренаж. Но меньше упаковок не было, там дешевый 10 гривен. Так, и купила субстракт для, с удаванием, лаз, подожди, кокосового волокна. Сказали, что это для цветущих цветов. Да, для квитучих квитев. Он стоит 30 гривен, по-моему, 5 литров, а, 7 литров, ребятки, 7 литров 30 гривен. Короче, в общем, 40 и 30, 70 и десятка 80. 80 гривен у меня вышло. И еще, так как у меня здесь уже бабочка сидит, вторую бабочку Леночка себе забрала, пускай забирает. Вот, увидела я у них там божьи коровки. Но, прикол, короче, там было два вида. Просто божьи коровки, такие как на липучечках, и божьи коровки на прищепочках. Ну, что-то мне как-то прищепочка вроде жалко, листочек, и как-то видно ту прищепку. Будет гораздо прикольнее, если божья коровочка будет, ой, ой, просто вот так вот на листочке сидеть, правильно, чем прищепка. Ну, прикол, приношу домой, они не клеятся. Лаз, подожди, надо что-то сфокусировалось. Он на листочке фокусирует, сейчас, сейчас, сейчас. О, вот, вот эта штучка, да? Здесь сверху должно быть бумажечка, которую оторвать и приклеить, правильно? Но здесь нет бумажки. Опять раз фокусирую. Короче, нет бумажки. А от второй божьей коровки я достала, и у неё сразу вообще отлетела вот эта вот штучка. Да где фокус? Вот. Вот эта штучка сразу отлетела. Короче, ничего, нифига теперь не клеится. Что мне теперь делать? Лучше бы на прищепке взял. Две гривны одна божья коровка. Мне так жалко. Ну, так оно, она упадёт. Не, ну, можно, но надо же прилепить. Короче, и подскажите, что мне сделать? Ну, двухсторонний скотч можно кусочечек наклеить, но не повредит ли двухсторонний скотч, ну, вот если малюсенький, ой, малюсенький такой наклеить, не повредит ли лепесточку? Короче, тоже напишите. Божьи коровки у меня не цепляются. Две гривны штучка, я сказала, да? Всё, 84 гривны у меня, в общем, вышло. Ну, вот я дождусь ваших комментариев насчёт пересадки. И ещё сразу задам вопрос. Значит, по что сажать? Там же идёт, я как понимаю... Ой, ладно, меня толкает, трётся об меня. Корешок. Насколько заглублять? Не знаю я. Но я буду, когда его доставать, посмотрю, насколько он здесь заглублён. И сказали в магазине, когда вытащить с этого горшочка, землю так, ну, стряхнуть, обтрусить. Короче. И как вообще, как его сажать? Его поставить, а потом досыпать новую землю. Или на дно чуть-чуть земли новой поставить, и вокруг обсыпать землёй. Короче, напишите мне, потому что я полный ноль вообще в этих цветах. Буду всем благодарна. Ну, красота какая. Вообще. Красивый. О, сегодня сфокусировался. Ура, смотрите. Какой качанчик. Женское счастье. Ой. Ну, красиво. Да? Лоскутка. Лоскетка. Лосатка. Девочка моя хорошая. Землёй пахнет. Она так любит землю. Скорее бы уже весна. Будешь с нами на выходные на дачу ездить. А летом будешь жить там. Да, ей так нравится. И дома скучно здесь. Она даже... Ты что, в ботинках придёшь? Короче, ботинки в болоте. И это... Так, а что я сейчас себя... Покажу. Правда, у меня на башке, чёрт и шот. И губы обветренные. После шапки. Я говорю, с улицы в другой раз приходим, короче. И ботинки просто в болоте. Она эти ботинки начинает обнюхивать. Ей так нравится земля. Ну, вот. Так что такие вот дела, ребятки. Буду пересаживать. Цветок. У меня будет цветник. Пока что из одного цветка. Вот такой вот у нас, ребятки, сегодня обед-перекус. Да. Очень слабый. Потому что мы сильно наедаться не хотим, а то мама сейчас тоже захочет спать. А то будем спать сразу. Да. Мы если наелись, то бухнулись спать и спим, блин, до утра. Шутка. Папка в новой чашке пьет. Наконец-то хоть нормальная чашка. Ой, мать, спасибо тебе. Спасибо. Пожалуйста. Бутерброд и редьку сделала. Посолила, она сок пустила. Она уже не горькая такая, а вкусная. Я себе с намазкой намазала половинку хлебушка. И по пироженку съедим с чаем. Все. Ну да, и хватит нам. Да. Да? Да. Нефиг нафиг нажираться. Вот такие вот пироженки вкусные. Приготовила, ребятки, я вкусняшку на ужин. Короче, это курочка. Ну, я просто сверху зеленью уже посыпала. Вот курочка, она в таком кляре с мукой. И грибы здесь. Ну, сейчас я вот так вот перемешаю, чтобы видно было. Вот курочки кусочки. Грибочки. Вообще, это вкусняшка. Варю отдельно макароны. Кто захочет макароны, будет есть макароны. Кто захочет гречку, будет есть гречку. Здесь у меня варится гречка. Все, начала вариться. И гречка, и макароны на выбор. Что-то я давно не ела гречки, а Сергей гречку не ест. Поэтому приходится отдельно готовить. Так что, такая вот вкусняшка. Готова у меня гречка. Вот такая она получилась. Добавила кусочек масла. Сейчас он растворится. Буду Леночке насыпать, кушать. Потому что что-то поздно уже. Даже я немножко переварила гречку. Ну, ничего. Надо было чуть меньше по времени готовить. Так, все, короче. Готова. Ленка будет кушать. Вот такая вкусняшка у Лены. Правда, красиво. Лена, сколько тебе там уроков еще делать? Много? Еще два. Да? Ну, давай, как раз остынет, потому что горячее еще. А, почитать? Угу. Смотри, какая курочка красивая получилась. Вообще. Просто песня. Папка еще зеленки купил. Тархунчика. Ой, я же не заметила, что бутылка. Я подумала, где зеленка? Зачем? Вот зеленка. Что хотела сказать? Лена по утрам стала приседать, пресс качать, да, Лен? Ага. Следит за фигурой. Говорит, что мама, у меня животик появился, да? Сама подходила, показывала. Да, наверное, я пошутила. А ты что, серьезно приняла? Ты что, Доня? Не мало тебе никакого животика. Ну, ничего страшного не будет, если ты будешь по утрам зарядку делать. Это только хорошо. Ну, вот именно я шучу. Лена убегает, не хочет она в кадр попадать. Ну, как хочешь. Тогда я поболтаю. Лена, за что я говорила? Что, боже, какие у меня эти под глазами мешочки. Давай я буду делать чаще, чаще. Губы обветрились вон, проходит уже. Что ты говоришь? Я говорю, давай делать салаты больше. Салаты? Диетические? Нет, это просто салаты. Ничего, а курочка и грибы диетические, которые я тебе... Это куриное филе я тебе приготовила. И грибы диетические, и гречка, папия макароны. А, вообще салаты больше. Я имею в виду такие вот салаты, как ты готовишь прям формочками. Поняла? Ну, так надо же без майонеза. Майонезные они не диетические. Надо без майонеза салаты овощные. Ну, Леночка, еще немножко осталось. Сейчас зима закончится, пойдет редиска. Я хочу летом, вообще, типа фруктовый салат. Поняла? Угу. Нарезку фруктов, так размешать. Я поняла. Сейчас, еще немножко осталось, пойдут овощи, да? Угу. Всяко-разно. Вкусняшки, зеленуха. Вкусняшка. И все такое подобное. Угу. Так. Положи яблоко, здрасте, ужин остывает стоит. Ты шо? Здрасте, дорогая моя. Иди, почитай урок, пока остынет гречка и будешь кушать. Яблоки таскает. А у меня гора посуды. Сняла я рецептик отдельно. Выйдет вот с этой вот вкусняшечкой, курочкой. А сейчас буду мыть посуду. Бардак. Лена снимает дегустацию. Курочки. А что это? Курица. Скажи, ты же на курицу не похожи, да? Оно, я бы назвала это как, не знаю, вида, мясные котлетки. Так, девчата, акробаты, давайте вперед. Один и второй. Идите, ешьте. Давайте. Кушайте, пожалуйста. Это гречка с печеночкой. Соня, кушай. И Ласонька кушает. И Соня, которая... Эй! Смотри, что творит. Со своей тарелки кушай. Ешь давай. Ага. Она хочет просто печенку без гречки. Сейчас будет выбирать. Ну, кушай. Засранка, а. В чем дело? Так, гречка такая вкусная. Спеченку. Я бы сама такую ела. Слышишь, блин? Обалдеть. Она думает. Ты что? Смотри, смотри. Думаешь, что у Ласы вкуснее. Кушай. Кушай, сейчас заберу, Соня. Нет, все. Видите, какая голодная собака. А сейчас будем садиться мы ужинать, она будет выпрашивать. Давай ешь. Иди ты. А, Ласка наяривает. Умничка. Ну, а ты негодяйка. Она хочет у Ласы. Оп. Все. Ужинайте. Ну, что, ребятки. Включилась камера, да? Да. Включилась. Садимся ужинать. Очень вкусный такой ужин. Вообще, ням-нямка. И грибы мы стали чаще кушать, да? Раньше как-то мы грибы не очень. И Лена стала грибы кушать. Да. С удовольствием. Очень-то вкусненько. Короче, так у нас заканчивается день. Как обычно, ужином. Что-то мы замагали сегодня с этими компьютерами. Да, да. Смотри, меня вышибло вообще волос. Вышибло маски совсем. Не знаем, что делать, ребят. Компьютеры тормозят. Ну, они, в общем, все тормозят. У нас не один компьютер. Встал вопрос этим монтирования видео. Это надоело, да? Ну, да. Он долго думает. У меня компьютер, который отдали в ремонт посмотреть, поменять, вернее, там, механизмы русским языком он говорил в нем. Он вообще, да, не воспроизводил. Да, да. То есть, звук идет, видео не идет. Как-то можно монтировать. То есть, просто на ощупь. Извращение называется, да. Надоело. А цены бешеные на компьютеры, ну, которые мощные. Производительные, да. Короче, не знаем, что делать. Пока что. Пока думаем, да. Все под вопросом уже. Голова загружена, да. Мост кипит. Хочется такой компьютер, чтобы он летал. То есть, нормально все шло. Да, да. Не зависало видео. С удовольствием делал бы. Да. Потому что перешли сейчас, да. Можно, варианты, мы уже говорили не раз, вариант есть в более, худшем качестве снимать. Тогда да. Да, тогда все легко, да. А хочется, что камеры стоят, е-мое. И хочется, чтобы они снимали. Знаешь, клево, понимаешь, а компьютер у них нет. Ну, конечно, замкнутый круг. Будем решать что-то. Не у нас одних, да. Да. Многих блогеров смотрим, и у многих такая задача была или есть. Это такая болячка всех блогеров. Какой взять компьютер, чтобы он был мощный, да. Да. Раньше, когда канала еще не было, не задумывались. Музыку играет, играет. В интернете можно сидеть, да. Да, воспроизводят, да. Чё не можно построить, можно. О, нормальный ноутбук, да. А сейчас все по-другому. Не катят они вообще. Ну, будем что-то думать. Решим в любом случае. Ой, короче, папка сидит, мама пока ужин готовила. Он сидит и влог монтирует, и тут же за компьютером смотрит какие-то объявления, какие-то характеристики ноутбуков. Да, вот такое тоже. Выходит, или пошли ужинать, там приходят глаза стеклянные. В прострации. Я тоже такая. Короче, как два зомби. Ходит. Ну, мы же такие, пока не решим задачу. Да, да, нас будет грузить, блин, пока не решим, да. Тогда он у нас отпускает, когда все уже решено. Да, ноутбуки нынче дорогие, не охота деньги выкинуть на ветер, да. Просто, да, а потом менять, а оно ж всегда, купишь ноутбук какой-то, а потом его продаешь в два раза дешевле, понимаешь? Вот это вот, мне-то мне не нравится. Мне тоже, никак не нравится. Так что у нас вот такие мысли в голове, вечер забитый. Надо чем-то отвлечься, что-то посмотреть интересное, веселое. Да, 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 попить чаю, да. Да, покушать и отвлечься немножко. Так что все, ребятки, будем прощаться. Спасибо, что вы с нами, спасибо за многочисленные комментарии, еще раз всех с праздником, нам много поздравлений писали, и вас всех поздравляем, да, счастья, любви, ну, здоровья, когда, как обычно, чтобы вы были любимыми и любили, чтобы в вашей жизни присутствовала любовь, потому что с любовью легче жить, да. Ну все, ребятки, всем пока-пока, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok